И снова здравствуйте зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами как всегда я Александр. Пушистая мордашка Булатик. Прекрасное настроение и чудесная весна. На дворе у нас сегодня 1 марта 24 года. Красота ляпота. Выходили с дома было 6 градусов тепла. Сейчас уже не знаю. Прогуливаемся мы сегодня по лесу в очередной разочек. Вышли в лес на велосипедике. С Булатиком пробежались, промчались. Булатик набегался. Теперь немножко отдыхает. И я вам снимаю, дорогим моим зрителям, видосик для поднятия настроения. Напомните, сегодня великолепная пятница. Развратница. Впереди выходные чудесные. Которые вы прекраснейше проведете. Тем более, что еще и первый день весны сегодня. И пятница. Ну, в общем, прям феерия. Как говорят, хорошее настроение. Просто бьет фонтаном. Да, бьет ключом. И чаще всего разводным. Но я шучу, конечно, и утрирую. А дорогие же наши зрители, прожимаем лайкосики. Подписываемся на канал. Да, прожимаем барский лайк. Царскую подписочку. И на позитивчике заряжаемся. Да. Хорошими эмоциями, впечатлениями, времяпрепровождением. В общем, цветем и пахнем, как весна. Да, чтобы мы оставались веселыми, молодыми, красивыми. Энергичными. Да. Есть такие украинские слова. Бодерыми. Бодрыми на русском языке. Вот. Ну, в общем, вот такая вот красота. Птички поют, солнышко светит, ляпота, теплота. Мы идем гуляем, наслаждаемся, дышим свежим воздухом. Снимаем видосик для самых любимых, неповторимых наших подписчиков. Которых мы насобирали уже целую тысячу. Да, наконец-то мы добрали за тысячи подписчиков. Сейчас набираем просмотры. Всякие шортики. Ну, в общем, занимаемся. Потихоньку канал развиваем. Не спеша, чуть-чуть по зернышку поклевываем. Да. Вот так. Мы прогуливаемся, наслаждаемся такой. Вон, Бладик решил удобрить немножко лес. Да. Вот так. Такой он, малышатик наш гуляет. Гуляет наш малыш такой. Красавчик мальчик. Вот такой мальчик красавчик наш. Кто там забыл лайкосик прожать и подписочку. Не сачкуем. Не стесняемся. Прожимаем, подписываемся. Да, вот такую мордаху. Чтобы быть всегда в курсе, ничего не пропускать. Быть на позитивчике, в хорошем настроении. Время при провождении. Вон, тут смотрю, следы косульки. Косульки бегали. Вот так, Бладик валяется. Валяется в песочке. Ему видно жарко. Он в мокром песочке валяется. Пробежался, промчался. Да. За велосипедом резвился. Мы давно в лесу не были. Да тем более папа на велосипеде. Ему вообще можно погонять, порезвиться. Поэтому. Ой, ты, Исвинюка. Просто счастлив. Ох, Исвинюка. Вымазался в песке, вывалился. Мама нас домой не пустит. Ой, не пустит нас мама домой. Будем мы в подъезде с тобой, Булатик, вместе жить. Или в подвале с котами. Хотя у тебя отношения с котами такие себе. Коты могут себе в подвалы не пустить. Так вот, ты на нас лаял. Как был когда-то такой. Ну, он и есть, но. Старый мультик «Жив Булл Пэс». Скажут, а помнишь, как ты меня гонял? А, ну да, работа такая. Вот такой вот у нас была тюсенька прогуливается. Мальчик красавчик. Как солнышко светит. Вообще красота на улице. Просто, просто. Что, не моно передать? Что вам сказать, дорогие наши зрители и подписчики? У кого есть возможность, время, выехать на природу, вот впереди выходные. Не теряйте времени насладиться первыми теплыми, уже законно весенними денечками. Потому как, как ни крути, а по календарю, по свои права вступила весна. Да, конечно, я согласен, что еще может быть похолодание, всякого разного рода. Но, тем не менее, как бы там ни было, уже все равно дело идет к лету. Кто пропустил вчерашний мой видосик, вчера мы были на пасеке, пчелок проведали, да, за ушком их почухали. Нас даже пчелки не погрызли, правда, булатика не было, я без булатика ездил сам. Ну, посмотрел на то, как наши пчелки там поживают, что они там поделывают, что у них там красота ля пата, и они у нас самые лучшие девочки-красавицы. Ну, подводить итоги зимовки еще рано. Будем итоги подводить, как зацветет. У нас на Украине, кажутся, ворба, котики. Когда зацветут котики, хотя котики уже появляются, но сами котики-то появляются, но цвести они начнут чуть позже. Поэтому вот так вот ждем, пока котики зацветут, и потом уже будем говорить, что пчелки перезимовали полностью. Ну, а сейчас же еще пока не будем бежать впереди паровоза, да, впереди планеты всей, будем, как говорится, подождать и посмотреть. А у нас вот такая вот получается чудно-великолепная прогулочка с таким вот прекрасным собачкой-булатиком. Да, таким прекрасным собачкой-булатиком. Давненько мы в лесочек не выходили. Все в городе как-то так. То погода была несоответствующая, то тот, то сё. Вчера вот на пасеку ездил. Ну, а сегодня уже, думаю, первый день весны. Надо по-любому моим дорогим и любимым подписчикам, самым лучшим и неповторимым, да, мужчинам таким сильным, женщинам таким красивым, снять видосик. Чтобы вы были у меня самыми лучшими, да, вернее, у меня и так вы самые лучшие, но чтобы были еще и на позитивчике, в хорошем настроении, с улыбкой на лице. Встречали первый день весны. Как-никак весна пришла, красна, да, радость принесла. Вон даже тут уже в лесу травка зеленеть начинает местами, где... Вот тут, видите, вот желтая травка такая, через нее пробивается еле-еле зеленая. А там, где травка, желтой травки нету, там уже зеленая травичка полным ходом. Особенно, если в городе идешь, на клумбочках, уже там, где повыгребали прошлогодние листья, желтую траву, уже молоденькая травка поднимается. Да и так уже лес зеленеет, зеленеет, ребятушки, скоро пройдет весна. Вообще красота будет. Вот он, птички, сороки там он поют. Птички. Все как положено. Все. Все как моя буты, полный фарш, как говорят. Или он и в клюзе, все включено. Мы с булатиком пришли, и тут все включено. Ну, а прекрасное настроение мы взяли с собой, потому что мы самые позитивные, на самом позитивном канале, про самого позитивного собаку Алабая, здоровенного. Кто-то говорит, 70 килограмм много, кто-то говорит мало. Обещал я на тысячи подписчиков померять рост, но булатика, честно вам сказать, пока толком не смог так померять, чтобы заснять. Но, как я и говорил ранее, рост у нашего маленького где-то метр, ой, фу, метр, извините, дорогие. Что-то я все метр на метр. Это жадность, жадность. Булат, не приставай к людям, да. Простая человеческая жадность. Там он человек идет, я просто думаю, что булати к нему не побежал. Ну, надеюсь, что булатищик у нас умный, хороший мальчик и не будет ни к кому бегать. Но даже если и побежит, то он никого не трогает, он хороший, воспитанный. Ну, а так вот. Он не будет ни к кому приставать. Так что рост его составлял 83 сантиметра, это при минимальном. Ну, меньше не получается это, если шерсть ему пригладить, там уже и все, и уже прямо аж до него так придавить хорошо по самую колочку. Ну, короче, меньше 83 не получается. Но максимально где-то 86 было получалось. Но 86, честно вам сказать, такое себе. 83 тоже. Поэтому сойдемся на 84, я думаю. Я даже на 83, честно вам сказать, согласен. Потому как... Мне уже, честно вам сказать, его рост, вес отошел на второй план. Когда я брал, покупал себе собаку, конечно, знаете, хотелось о себе самого большого, самого смелого, самого сильного. Чтобы он волков пачками ложил, да, вот так. А получилась вот такая собака-воляка красивущая, самая лучшая. Да, прожимаем барский лайк, царскую подписочку. Остаемся с нами на позитивчике, на самом позитивном канальчике. Вот так, вот так зарабатываю, зарабатываю лайкосики и подписки. Зарабатываю мы маленькие. А такие вот делишки мои золотые. Мои вы чудные, прекрасные. Ну, сегодня у меня настроение вообще, вообще у меня настроение просто прет. Как пела когда-то Верка Сердючка. Меня прет, меня прет, потому что Новый год. Меня не потому что Новый год, а потому что весна пришла, красна. Тепло и радость принесла. Да, тем более великолепная прогулочка с великолепной собачкой, моим любимым. Ну, вот. Что еще может быть лучше? Что нужно человеку для счастья? Вот. Мы себя сами делаем счастливыми. И сами создаем, да, свою жизнь. Там, вон, машина сзади едет, булатик смотрит. Ну, я не буду булатика брать на поводочек. Думаю, машину он не съест. Максимум понадкусывает. Но я, конечно, шучу. Ну, а по поводу размеров собаки, я вам хочу сказать, что ерунда это все. Большая собака, маленькая. Не, я себе брал Алабая не из-за того, что я хотел большую страшную собаку. Вот. У меня просто так слаживалось, что мы брали собачку для частного дома. Вот такую собачку. Смотрите, как стоит красавчик. Брали собачку для частного дома. Надо было, чтобы он жил в сложных климатических условиях, скажем так, на улице. И поэтому мы остановились на Алабае. Но потом ситуация у нас в стране поменялась. В связи с чем у нас Алаба есть. А вот все остальное пока ждет. Но ничего страшного. Иди, отходи. Отходи, здорово. Отходи. Машина едет. Була. Иди ко мне. А то машине проехать не даем. Стоим тут на дороге прям. Вот. Поехала машинка. Так что вот так вот. А по поводу, я же говорю, размера собаки. Такое себе занятие. Я думаю, если вы себе заведете какую-нибудь таксу, то любой, кто на вас попробует напасть, она вас сможет защитить на легкие. Не хуже, чем любой Алабай, там, или овчарка, или там, кто там, дох какой-нибудь. Размер собаки роли не играет. Главное, чтобы вам эта собачка была по душе, вам порода подходила. Знаете, кого вы любите, какой размер вам и так далее собаки. А все остальное, то мелочи. Любая собака любого размера сможет защитить своего хозяина. В случае надобности. Потому что я заводил собаку для охраны дома, а не для защиты себя. И у меня стоял вопрос, собака должна жить на улице при любой погоде. Вот. Поэтому, как бы, чисто из этих побуждений мы и взяли себе булатечка, такого масенького мальчика-алабайчика. Ну, а мы же, дорогие наши любимые зрители и подписчики, наверное, уже будем заканчивать сегодняшнее видео. Мы его и так немного затянули. Вот. Желать вам прекрасного начала весны. Да. Хороший. Хороший. Во окончание рабочей недели. Чудные вам пятницы. Великолепных выходных. Хорошего настроения. Чтобы у вас мечты сбывались. Все у вас получалось, складывалось. Да. Всего-всего вам самого наилучшего. Чтобы ваш рот приумножался. Детки вас, внуки, правнуки, праправнуки радовали. Чтобы женщины не сохли, мужчины не гнулись. Не забываем, прожимаем барский лайк, царскую подписочку. Ну, и с позитивным настроением. Мы будем вам говорить до новых встреч. Я же вас обнял, приподнял, поставил где взял. Пока-пока-пока, мои дорогие. Ждите нового видосика. Мы всегда с вами. Субтитры сделал DimaTorzok